Около 150 тысяч украинских моряков работают под иностранными флагами. Проблемы трудоустройства, справедливого будущего для судоходства открыто обсудили на конференции «Дни моряка» в Одессе. В мероприятии приняли участие 50 участников, среди них сами мореплаватели, представители крюинговых компаний, юристы и Международные организации защиты прав моряков и судоходства, а также министры инфраструктуры и иностранных дел. Подробнее в сюжете моих коллег. Проблемы сертифицирования, коррупция в системе тестирования, тяжелые условия труда и вакцинальная кампания. На протяжении трех дней мореплаватели и все причастные к украинскому судоходству открыто обсуждали будущее отрасли на конференции «Дни моряка» в Одессе. Своим мнением о рисках профессии и возможных решениях болезненных вопросов в онлайн-формате делились иностранные эксперты и работодатели. Дискуссии приурочили к Международному дню мореплавателя. Наш профсоюз проповедует политику, что необходимо вносить структурные системные изменения в украинское законодательство. Это ключевой фактор. На сегодняшний день законодательство устарело, неэффективно и обросло огромным количеством коррупционных составляющих, которые необходимо убрать и наладить нормальный, порядочный, красивый и правильный процесс, который позволит украинскому моряку сделать жизнь легче, проще, дешевле. И чтобы взаимодействие с государством проходило максимально в прозрачном и правильном режиме. Несмотря на целый ряд трудностей, с которыми часто сталкиваются моряки, украинское судоходство приносит от 1 до 2 миллиардов гривен в стране. Но и приносить прибыль отрасль сможет только в том случае, когда каждый украинский моряк будет чувствовать поддержку со стороны государства. В связи с этим профсоюз работников морского транспорта и Министерство иностранных дел подписали меморандум о взаимодействии. Кроме того, в Мининфраструктуры Украины заявили о регистрации законопроекта для улучшения системы тестирования моряков и упрощения процесса получения удостоверений. Все услуги будут проходить через приложение ДИА. На нашу думку, это поможет сделать этот процесс прозорюшим и честным. Я также возвращаюсь к общественности. Давайте обязательно обратимый связок на все проведения изменений. Большое количество можно оценить только как кинцевый споживатель. Я надеюсь, что мы это сможем сделать до летних каникул в Верховной Раде. Мы видим очень позитивные сигналы от Министерства инфраструктуры, которые являются ключевым в данном вопросе. Они сосредоточили свое внимание на морской отрасли. 13% всех брошенных моряков в этом году – это украинские моряки в 25% случаев оставления моряков. То есть украинские моряки – это огромная часть всех брошенных моряков в мире. Любые попытки реформировать отрасль воспринимаются большинством украинских моряков в штыки, в том числе и неизбежный процесс вакцинации. Можно, конечно, после каждого выхода в море добывать двухнедельный карантин, но такая перспектива тоже мало кого устраивает. Мы должны говорить с моряками, готовить их к тому, что вакцинация – это не зло, это в помощь. Мы бьемся, чтобы сделать вас ключевым игроком, но, с другой стороны, мы понимаем, что вы ключевой игрок, мы понимаем, что моряк – это тот элемент цепи. Судно без моряка еще не существует. Автономные суда – это вопрос 15-летнего будущего. Пока на борту моряки, моряки двигают индустрию, но, ребята, относитесь ответственно к этому. Если у вас есть вопросы, давайте будем рассказывать, привлекать доктору. Итоги конференции подвели принятием резолюции о борьбе с коррупцией, защите прав и безопасного труда моряков. Организаторы обсуждения считают, что изменение подходов к развитию отрасли сможет вернуть Украине статус полноценной морской державы, а не только страны у Черного моря. Татьяна Барумбей, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Субтитры создавал DimaTorzok